Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот не секрет, что даже вот благополучный период, который был с 2011 по 2014 год, да, три года у нас цена на нефть держалась там в районе 110-115 долларов за баррель, она вот на верхней картинке отчеркнута вертикальной линией. Шельфовые проекты были на втором месте по их дороговизне по сравнению со сланцевой нефтью. Это даже не говоря об Арктике и Дальнем Востоке, а шельф Мексиканского залива, потому что где уже десятилетиями ведется разведка, добыча. Ну и сейчас, да, когда вот на нижней картинке у нас произошел такой обвал цен на нефть со 110-115 до 40 и даже ниже в отдельные моменты, естественно, мировые компании как-то быстро стали сокращать свои расходы, добывающие прежде всего на сервис и на разведку. Чувствую, что, видимо, профицит нефти и газа – это не временное явление, а более или менее среднесрочное, по крайней мере, то, значит, стали диверсифицировать свою деятельность, нефтяные компании стали в энергетику залезать и так далее, и так далее. Это первый, значит, наш мешающий момент текущий. Низкие цены на нефть нам, конечно же, как бы мы ни говорили, резко повышает, снижает привлекательность шельфовых проектов. Ну и второй фактор, который вот из новых факторов, который нам мешает работать нормально, это, конечно, санкции. Это уже не секрет, все поняли, работаем в условиях санкций. Правда, иногда говорим, что все здорово, хорошо, как хорошо, что товарищ Обама ввел эти санкции, мы теперь будем развивать нечто свое, а то бы мы долго еще спали. Но вот это, знаете, трескотня по импортозамещению, она как-то затихла, так, если по большому счету. Остались рабочие моменты, которыми мы сейчас вот здесь и занимаемся. То, что можем, а можем, как выяснилось, не так уж и много. Но то, что можем, обязательно надо делать, да, не век же, а зависит от внешней среды. Хотя независимость мы никогда тут не получим. Мы понимаем, что если мы изобретем заново свой велосипед, то он, конечно, будет хуже. Но, с другой стороны, есть такое сравнение в анекдоте, говорит, какая разница, на чем я приеду на дачу, на Мерседес или на Запорожце. Главное, что я за полчаса буду там, да, вот эта логика. Мы пытаемся следовать этой второй логике, может быть, у нас это будет как-то получаться. Но это были кратковосрочные причины, так сказать. Что из долгосрочных причин, которые нам мешают активно внедряться в шельф? Нет вопросов, нет споров, что это кладовая нефть и газа огромная. Ну, преимущественно газа, конечно, нефти не так много. Газа 80% это кладовая газа, ну, на все времена, наверное. Что тормозит вообще постоянную нашу, так сказать, экспансию на шельф? В отличие от двух временных причин, которые я озвучил перед этим. Первое. У нас для большинства арктических акваторий, исключая Баренцево море, да, ну и какие-то юг Карского моря, для всех остальных арктических акваторий практически нет технологий добычи. Нет, не только у нас их, их нет и в мире. Ну, никто не добывает в таких условиях, когда лед там по 2-3 метра, когда открытая вода полтора-два месяца в Карском море, а в других, там, Чукотском, Лаптевых и вообще окно бывает, некоторые годы там льды нагонят, и они в пролив Великинского стоят, что и пройти его нельзя. То есть таких условий ни у кого нет, они есть только у нас. И понятно, что технологии для них никто не создавал, значит, создавать должны мы. Но вопрос, как скоро и когда они нам потребуются, это тоже открытый вопрос. Мы должны расставлять свои приоритеты. Конечно, второе, это природно-климатические условия, которые я частично затронул, значит, и они не только не позволяют эффективно обустроить промысл, но и создавать сколько-нибудь минимальную инфраструктуру, которая бы их обслуживала в этих условиях. Экологические причины, о них только ленивый не говорил последние годы, да, что будет, если там, если в Мексиканском разливе разлилась нефть, и потом всем миром пытались ее собрать. Когда вокруг сотни судов и тысячи промыслов, то что же будет здесь, если вокруг на тысячи и тысячи километров никого нет? Так ясно, что это тоже проблема, которая требует очень жесткого решения и внимательного рассмотрения. Ну и как следствие всего этого мы понимаем, что эти обустройства, разведка и всего этого будет очень дорого стоить. И цена эта несопоставима с любым другим регионом мира. Не только суши, но и море. Одно дело, значит, в Бразильске шлиф, другое дело арктический. Ну, давайте теперь вот посмотрим краткий экскурс по действующим проектам. Так, вот эта карта из РусЭнерджи на 2010 год. Планировалось, что вот так тут годы проставлены, которые собирались, тогда мы думали, что мы с ними справимся. Ну, я заметил много ошибок, но тем не менее. Итак, начнем сверху по проектам. Штокмановский проект, на котором я много лет тоже работал, приказал долго жить. Понятно, что теперь о нем никто не вспоминает по разным причинам. Тогда причины были совершенно иные. Люди Газпрома, которым и я принадлежал, спорили с иностранными подрядчиками о способах транспортировки газа, конденсата. Это, так сказать, был ключевой момент, который затормозил этот проект. Ну, а потом выяснилось, что и слава богу, куда бы сейчас деть этот штокмановский газ. Тогда предполагалось, что до 40% будет потребителем США. Проект, конечно, уникальный и жалко, что мы его оставили. Но теперь, видимо, он должен ждать лучших времен. Они наступят достаточно нескоро, поскольку, повторяю, рынок газа мировой пока пересыщен в обозримой перспективе. Приразломное месторождение. Приразломное месторождение, о котором мы много-много говорили. Который я еще начинал проектировать в 1996 году, как только я приехал в Москву. Я начал работать по мне и газе с компанией BHP австралийской. Потом там кто только не сменился. В партнерах и немцы Винтерсхал, и в конце концов, снова он Газпромнефти. Затраты, которые планировались, возросли многократно с тех пор. Но если считать с текущего момента, то есть мы собирались, в первом варианте, приразломное месторождение должно было заработать, в 1996 проектировали, в 2002 думали, что запустим. Но вот запустили в 2012 формально, реально, да, в 2014 и сейчас. Победные реляции Газпромнефти удвоим добычу. Будем в 2016 году добывать 1,44 миллиона тонн на приразломном месторождении. Ну, если вспомню, я помню этот проект, там должно было уже на третий год добываться 6,5 миллионов тонн. Вот у нас сейчас четвертый год проекта, мы добудем полтора. Проект оказался сложнее, чем мы о нем думали. Там много проблем, естественно, есть суда обеспечения и так далее. Танкер приходит, не может разгрузиться, ходит кругами ветра, лед нагоняет и так далее. То есть он даже в текущих расходах оказался более дорогостоящим. Ну, не будем спрашивать про капитальные затраты. Приразломное мы начали с 1993 года осваивать, как бы. И вот, смотрите, в 2016 год, в 2017, в 2017, в 2017 год мы вроде бы как вышли на него. За 2023 года, что на приразломное свое, да, кессоны свои, все, верхнее строение, конечно же, все заимствовано. Долго-долго мы мучились. В конце концов оно такое. Гибридное получилось, но большая часть импортного. 23 года. Что остальное, что еще на Баренцевом море нас интересует? Ну, какие? Там есть несколько открытых месторождений. Лутовское, Ледовое, которые давно открыты в советское время, когда я там работал, тоже эту сейсмику интерпретировал. И все это хорошо помню. Это было, значит, начало 90-х годов. Это Баренцево море, которое не замерзает. В принципе, для Баренцево моря мировые технологии есть. Практически для всего, для всех объектов. Ограничение идет по рынку и по экономике. Карское море, да, приразломное. Но остальные месторождения Печорского моря тоже в обозримом будущем. Там Варанде или Долгинское море тоже. Пока что не думаю, что они будут эксплуатироваться где-то через... В течение 10 лет. В Карском море открыто много месторождений тоже в 90-х годах. Два гиганта, Арисановская и Ленинградская, в начале 90-х открыты в сумме. Это Штокманы даже больше. Тоже о них пока никто не вспоминает. Опять же, причину почему? Потому что технологий-то нет. Подводные добычные комплексы, если мы там поставим под этим льдом. Какой сервис, какое обслуживание. Газ там очень сложный, с большим содержанием конденсата, совсем не Штокмановский. Понятно, что здесь и технологии, не только технологии, экономика держит эти проекты тоже. Есть прекрасные два объекта. Русановская, Нермейская и Скуратовская, вблизи берега, которые могут перебить, если они будут открыты, на них 3D-сейсмика проведена, то они могут, скорее всего, стать первоочередными. Они вблизи берега находятся, вблизи инфраструктуры газпромовской и могут, так сказать, потихоньку подключаться к этой инфраструктуре. По мере того, как месторождения Северо-Западной Сибири иссякают. Но вместе с Каменомысском море, с Северокаменомысским, которые тоже пока отложены надолго. Я помню, что уже собирались в первых проектных документах запускать в 2014-2015 году. Сейчас они за 2020 год уехали. Далее, ну, конечно, всякие там преновоземельские участки, где Роснефть открыла месторождение Победа на структуру университетской, это мы пока серьезно как добычу не рассматриваем. Дай бог, чтобы, наверное, наши внуки или даже правники этим занялись. Вокруг на тысячи километров нет ничего, никакой инфраструктуры. Куда деть эту нефть, сколько она будет стоить, пока мы там все это построим, добудем. Когда цены на нефть сейчас у нас 50-е, в общем-то не видим, чтобы они были сильно, скажем, вернулись на 140. Ну, приемальский шельф, вот это, вот я уже сказал о нем, ну, шельфу бы и заливу тоже, как бы, сказал. Тут еще, ну что, Ямал-СПГ нельзя не отметить, конечно. Месторождение само по себе-то сложное, оно не шельфовое, поэтому это условно относимся. Ну, все остальное, это, конечно, обустройство, транспортировка, тут шельфовое составляющиеся. Ну, тут уже никуда не денешься, все вроде идет по налаженной схеме. Единственное, что задержки, конечно, очевидны уже, там, выражающиеся уже годами. И это плохо. Ниша для этого газа была, в первую очередь, Азиатско-Тихианский регион. А там, в общем, в скором времени этот арбитраж с Европы исчезнет, потому что там огромное предложение уже газа налицо. И австралийского, и Австралия по СПГ скоро выйдет в лидеры, должна была выйти, если бы не кризис. И американский газ туда придет, и канадский, и много-много чего. Если мы опоздаем, наша ниша там занимается, будут занимать. Конечно, примут этот газ, тем более он законтрактован партнерами, да? Но цены конкурентные на рынке упадут. Что дальше у нас? Ну, дальше идем. Восточная Арктика, море Лаптиковых, Восточная Сибирская, Чукотская. Мы его, в общем, обсуждаем одним предложением. Ничего, кроме сейсморазведки, здесь не будет в обозримом будущем. Ну, вот сейчас уже скважина, Роснефть там собирается бурить в Хатамском заливе, но на самом деле почти на суши. Это параметрическая скважина, она должна, так сказать, геологию немножко прояснить. То есть сейсмика-сейсмика, и без привязки к геологическому разрезу, это, в общем-то, как-то малоинформативно. Гипотетические все построения. Верингово море оставляем пока за кадром, ничего у нас там нет. Нет, западно-камчатский блок, тоже ничего нет и не будет в обозримом будущем. Несмотря на вот эти участки, которые есть у «Газпрома», они не, с моей точки зрения, малоперспективны. Там могут быть залежи газа, но их величина, знаете, 30-40 миллиардов кубометров, вряд ли больше, ни при каких обстоятельствах они не могут быть рентабельными. Даже при цене газа, которая была раньше. То есть это тоже на следующие мы откладываем эти участки. Ну и, наконец, житница наша, Сахалин. Тут вроде бы как все идет своим чередом. И заводы СПГ в третью очередь будут строиться, и там сложности есть. Ну, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» работают, что об этом говорить. Правда, вот доходит до меня информация, что вот жалуются люди из «Сахалин-2» проекта, что, в принципе, фельдоностокское месторождение работает за гранью рентабельности, даже по текущим затратам при нынешних ценах. И Луньское вытягивает весь проект в рентабельную часть. Ну, возможно, локально на временном отрезке это сейчас происходит. Но, тем не менее, месторожение обостроено. Капиталка основная понесена. Так что не думаю, что оно выйдет в плюс обязательно. Ну, остальные проекты «Сахалин-4» и «Сахалин-5» забудем о них пока. Оборудование для них никто ничего никакое здесь производить не будет. По крайней мере, люди, которые здесь сидят, это еще дело завтрашнего и послезавтрашнего дня. Ну, Каспий, Лукойл, и на Балтике на Каспий Лукойл работает. Преимущественно, значительная часть на отечественном оборудовании. Ну, конечно, с серьезной импортной компонентой. Но строительство, тем не менее, идут на российских верфях. Ну, Азовское и Черное море. Азовское – это мелкие всякие объекты локального значения для Краснодарского края. Ну, а в Черном море, конечно, ничего пока мы добывать не будем. Это что касается добычи. То есть, ну, это 2010 год был, и вот по состоянию 2016 год, сроки значительно отодвинуты, а плановые объемы кратно уменьшились. Что мы имеем по добыче? Ну, мы понимаем, что отечественной современной технологии, добычи на шельфе, практики Дальнего Востока практически отсутствуют. И добыча с платформ, февроразломная, и подводная облача с ПДК основывается на импортных технологиях. Надо что-то свое развивать? Ну, наверное, надо. Вот Вадим Евгеньевич как-то сделал этот обзор тендеров, которые, вернее, проектов, которые выиграли. Там проект «Бурение» и еще какие-то вещи. Для унифицированного какого-то вещей надо не штучные технологии создавать, а научиться что-то такое, что будет пригодно на большинстве, так сказать, добычных объектов. Но это сложный вопрос, но решать его надо. Никуда мы от него не денемся, потому что санкционный режим будет вряд ли отменен. И зависеть все время от поставщиков иностранных тоже, как показывается в жизни, тяжело. Но и не надо тешить себя надеждами, что мы изобретем и построим все, что и заменим этого. Этого тоже не будет. Во-первых, если мы это будем делать, это будет все кратно дороже, потому что будет делаться малыми сериями при отсутствии опыта. И это будет раскратно дороже, будет понижать рентабельность и обеспеченность всех наших проектов. Поэтому надо компромисс обязательно находить. Бурение, да, боровые остановки, даже те, которыми мы сейчас гордимся, у «Газпрома» северное сияние, полярная звезда, новые построены в Выборге. Мы также, как и проразлобные, понимаем, что наши только здесь сейчас в основном металлоемкая. Вся интеллектуальная начинка – это южнокорейская. А южнокорейская в большой степени произведена по американским патентам. Поле для деятельности огромное, если мы собираемся осваивать шель. И третья составляющая – сейсморазведка, которая сейчас, в общем-то, главная у нас занимает временные. То есть сейчас никто ничего не добывает пока, по большому счету, кроме проразломной и Сахалина. А разведочное бурение несколько заторможено с темпами, ну, кроме там южнокеренских и штучных еще скважин. Там вот сейчас на Статуиловском участке с Роснефтью две скважины пустые пробурили. Значит, сейсморазведка остается основным методом. Умеем мы ее сами делать? 2D умеем. У нас много судов в 2D, десяток есть, которые стоят почти без работы. А 3D? 3D нет. Вы видите, обычно, ну, Совкомфлот, правда, имеет два судна. Одно в Бербудчартере, сейчас второе. Но это суда не наши, не его, Бербудчартер, то есть они портные технологии. То есть флаг поставили, это хорошо. Значит, итак, главные подрядчики у нас есть. Вы российские, которые выигрывают эти тендеры. Вот они перечислены здесь. А поскольку 3D-технологий собственных у нас нет, они в субподрядчике выступают все ведущие иностранные компании. Вот они в нижнем списке перечислены. То есть многие и не знают в зале, на самом деле реальная работа 3D выполняют иностранные компании. Выступая субподрядчиками у российских компаний, среднего ряда выигравших тендер. 3D, я говорю, а 3D. И вот с 2015 года, в связи с санкциями, западные компании перечислены в нижнем ряду, большинство из них не может работать без последствий для себя. И поэтому китайцы активно завоевывают наш рынок сейсморазведки 3D. Поскольку образовался профицит углеводородов, то цены, естественно, идут конкуренции теперь за потребителя, за покупателя. И в России тяжело выигрывать эти битвы, кроме как демпингом. То есть мы действительно говорим всегда, что вот мы теперь в газ поставили в Европу больше, чем когда-либо в прошедшем году. Ну, если мы помним, мы поставляли когда этот газ по 320 долларов, потом 280 долларов за тысячу кубов. Сейчас поставляем там по 100 с небольшим. То есть выручка кратно упала. Объемы поставок выросли, а выручка от этого упала, упала. То есть времена тяжелые для сбыта. Ну и в азиатском рынке я тоже вам говорил. Будет ли цена на газ на нефть сильно расти, соответственно, по привязке цена на газ тоже, который нам важен с точки зрения шельфа. Ну вот американское агентство ПИРа недавно опубликовало такой вот прогноз. Из него видно, это по американской славанцевой нефти, например. Что если только, вот синяя, обратите внимание, годы внизу стоят, 19-20, до 29-го года. Фиолетовые, обратите внимание, при цене долларов 50 долларов за баррель сланцевая нефть будет падать. Ее добыча, она будет, промыслы в Америке закрываться. При 60-ти она уже будет расти. Ну, то есть, грубо говоря, при 55-ти она сохранится на нынешнем уровне. Из этого какой вывод? При цене 55 долларов объем сланцевой добычи в США будет расти. Значит, это не даст нефти подниматься высоко, резко и далеко. Как только цена повышается, включаются американские промыслы и начинают тоже работать в полную силу. Дальше. Предвыборное обещание Трампа, как сказать, налоги своим нефтяникам понизить, это тоже, в общем, фактор, который добычу это будет только стимулировать, если он будет их выполнять. И что еще? И продолжаются открываться крупные месторождения в таких зонах. Там в Египте крупные месторождения открылись, там в Средиземном море буквально полтора года назад, на Восточной Африке, на Замбике. То есть месторождения и традиционного газа и нефти продолжает открываться достаточно много. Что из этого происходит? Как это отражается на шельфе? Значит, на шельфе отражается, конечно, это негативно. Итак, мировая динамика к морскому борьбе. Мы посмотрим с января 2001 по январь 2016 в верхний график. Средняя суточная ставка на одну буровую установку, ну, в средней установке разные. Она была всего в 2013 году 600 тысяч долларов в сутки, а сейчас уже по 150 тысяч долларов в сутки готова в среднем получить подряд буровики на шельфе. А количество работающих буровых остановок, я еще помню, значит, недавно их было не достать. Нам на проекты было, вот смотрите, 2000 пик последний на нижнем графике. То есть их было 450-460 в мире, и они были все заняты при выработке, смотрите, 600 тысяч в верхний график. Был дефицит сейчас, их свободно, их уменьшилось работающих буквально до 340, 320 даже, извините. То есть они свободны и стоят без работы. То есть в мире избыточное сейчас предложение по дешевым ценам для бурения скважин. Нам надо учитывать этот факт, собственно говоря, когда мы думаем, что мы много сделаем сейчас про их буровых остановок. Мы их надо, нам их делать, но нам надо смотреть на рынок. То есть мы конкурировать будем на своем рынке. Даже «Газпром» и «Роснефть» обязаны объявлять тендеры, и у них по закону о тендерных закупках они не могут отдать в сию минуту административное предпочтение. Вот свое берем и все. Своя должна тоже выиграть тендер. Это надо тоже иметь в виду. Административный ресурс тогда включать, значит, делать поправки к законам. Это правовое поле тоже у нас уже как-то обозначено. Теперь, значит, по 3D-судам, по сейсмикам. Смотрите, сейчас тоже их огромное количество, они в избытке находятся. Смотрите, пик, верхний график, это суда всего. Вот было их 65 в 2012 году в работе, сейчас их 40 на 2016 год. Строительство новых показано серым цветом и выбывающие таким светло-зеленым цветом. А нижний график – это количество сейсмокоз всего и выбывших. То есть в мире, грубо говоря, современных сейсмокоз сейчас работает 380 суммарно на всех 3D-судах. В то время, как было совсем недавно, в 2013 году их было 640. То есть избыток оборудования в мире тоже наблюдается. Мы делаем свои косы? Хорошо, мы их делаем. Надо не забывать об одном важном моменте. У нас в Арктике сезон всего 1,5-2 месяца, в Восточной Арктике, но 4 месяца в Баренцовом. На Дальнем Востоке у нас сезон для проведения сейсморазведки 2-3-4 месяца максимум. Чтобы судно было рентабельным, оно должно работать круглый год. Его занятость должна быть на уровне 80-90%. Значит, на суда, которые мы построим, если мы их будем строить и оборудовать своим оборудованием, должны остальное время работать на мировом рынке, иначе они будут нерентабельны. Где они будут работать? Они будут конкурировать на этом рынке с этими судами, у которых избыток. Значит, мы что будем? Демпинговать? Но это ладно, будем демпинговать. Что еще будет с этим оборудованием? Если мы тендеры сможем выиграть, если мы произведем свои косы, свои источники, они не будут сертифицированы, нас пустят на какой-нибудь шельф Средиземного моря по требованию тендерного, боюсь, не пройдем. Значит, имея в виду производство своих изделий, надо не забывать об их сертификации, в каком-то виде сертификации, чтобы они были допущены до международных тендеров. Ну, может, мы в каких-то третьих странах на это глаза закроем и выиграем что-то, но этого недостаточно, чтобы занять свои суда. То есть это оборудование, естественно, должно предусматривать мировой уровень, имея в виду, что на внутреннем рынке у нас ограниченный период для его использования. Ну и 3D-съемки, смотрите, что у нас происходит с ростом производительности в мире. Вырастет она значительно, более чем в два раза в следующем году, несмотря на сокращение флота судов. И суммарный объем 3D-сейсморазвитки, который могут эти суда делать в мире, он, значит, практически 600 тысяч квадратных километров 3D в год в мире. Мы сейчас делаем максимум 15 тысяч на своем шельфе в год, да, 15 тысяч в год. В планах было 21 тысячу сделать, но это время поправило наши планы. Итак, 500-600 тысяч в мире нет таких потребностей на такой объем системы разведки, с учетом того, что компании, добывающие меньше денег, колоют в разведку сейчас на шельфе, потому что это наиболее дорогостоящие проекты для них. Значит, что, опять же, из этого следует? Что наши построенные суда с нашим оборудованием должны вклиниться в этот пересыщенный рынок предложения, рынок при ограниченном числе покупателей. Этот вопрос надо прорабатывать очень комплексно. Мы сейчас думаем, что мы люди государевые, вот мы обеспечим работой нашей ОСК, наши заводы, океаноприборы и все такое прочее. Да, обеспечим, это правильно. Но и тогда они должны в будущем нам давать, окупить нас хоть как-то. А если они в будущем будут по-прежнему тянуть бюджет на свое поддержание, то, вообще-то, говорят, это не государственный тогда подход. Бюджет у нас и так, видите, как-то Решкин-Кафтан трещит по швам. Значит, мы забираем у других статей, где не менее остро нуждаются в этом. Дать работу своим производителям – это полдела. И совсем государственный подход заключается в том, чтобы всю проблему посмотреть целиком. Вот целиком эту проблему я не вижу, чтобы кто-то серьезно смотрел. Вот я вам пытаюсь ее сейчас вот вбросить, этот такс целиком. Ну и тут чисто справочно, как упали курсы акций геофизических компаний, которые обеспечивают вот этот 3D-сервис в основном за всего год, с апреля 15-го по апрель 16-го. Итак, штриховым линиям показано, как изменилась цена на нефть, она упала вот на 31%. А акции ведущих компаний, например, CGG, упали на 77% за те же самый период. Акции там по Ларкусу на 72%, но акции лишь TGS на 33% сопоставимые с падением нефти, PGS на 45%. В общем, все упали сильнее нефти значительно. Говорит о чем? Акции этих компаний, что спрос на их работу резко упал в мире. Значит, поскольку, я уже повторяюсь в какой раз, нефтяники и добывающие компании экономят в первую очередь на разведке шельфа. Ну и первый квартал 2016 года наихудший в истории сейсморазвитки на шельфе. Красным посмотрите. Вот если в третий квартал 2008 года в мире было потрачено 2,338,000,000 долларов на сейсморазвитку, то в первом квартале 2016 года всего 662. И это при том, что деньги-то разные, доллары 2008 года и 2016, это, в общем-то, разные уже деньги, почти, если не в два раза, то близко к тому. То есть, надо это тоже фактор учитывать, когда мы делаем что-то свое обязательно. С 2012 года у нас началась беспрецедентная активность на геологическом изучении шельфа после раздачи лицензий. «Газпром» достаточно активно, очень активно вел свою разведку. 2D завершена, и после трех лет, последние три года более не проводится 2D-сейсморазвитка на участках «Газпрома». Дальше 3D выполнял он тоже почти, на большинстве своих участков осталось немного, совсем немного. Значит, бурение на Дальнем Востоке поисково-разведочное в основном, первоочередная его фаза завершена, да, надо на Карское переходить, и какие-то прибрежные районы приемальского шельфа стоят в плане, но пока не ясно, что с этим будет, в условиях дефицита финансировано, но надеюсь, что будет. С «Роснефтью», у которой 55 участков лицензионных, очень много, и они просто огромные, участки превышаются площади многих стран, выполнены десятки тысяч погодных километров 2D, «Газпром» уже ее не делает, «Роснефть» делает, но предстоит сделать еще как минимум столько же. И 3D, первоочередную фазу «Роснефть» на своих участках, на небольшого количества участках выполнена, но на других участках не готовы для 3D, для них еще нужно детальное 2D делать, чтобы выбрать эти участки. И, значит, поисково-разведочное бурение тоже на большинстве участков этих огромных, находящихся вдалеке от всей инфраструктуры, не начато, кроме прибрежных. Ну, с «Лукоилом» все более-менее в порядке, с этим делом у них небольшие участки, сравнительно небольшие месторождения на Каспии, на Балтике, которые они успешно эксплуатируют, но и на Каспии большие месторождения, к которым они приступили и приступают, и более-менее нормально с ними работают. И я просто повторю тезис, если мы построим свои суда, а строить, мне кажется, их не надо, главное, вот, скажем, должен быть на оборудовании, оборудовании, косы, пушки, там, навигации, все остальное. А суда сейчас можно, вы видите, сколько судов высловилось в мире новых, совершенно хороших, их можно взять сейчас за четверть цены на рынке. То есть мы построим судно за 170 миллионов долларов, его сейчас можно купить за 40. Хорошее судно, там, с возрастом 8-9 лет, великолепное, но сносить своим оборудованием. Суда сами под санкции не попадают. Ну и заключительно, значит, я вам демонстрирую, в прошлом году эту карту демонстрировал, на этой карте сейчас я выводы уже буду делать. Вы видите, что два рынка у нас, Европа и Азия, потребители. Газа, здесь касается газа, потому что шельф – это преимущественно газ. И мы просто с вами обсудим, подумаем и еще раз для себя поймем, как долго мы должны, как интенсивно осваивать шельф. Главное, чтобы нам было куда деть этот газ. Что у нас с этим? Мы у нас видим, что ринутся штриховыми линиями, уже ринулись СПГ на азиатско-тихианский рынок, который главный у нас по потреблению, с разных частей света. От Австралии, где уже темные и синенькие кружочки, Канады и США, и где голубенькие кружочки, все этот рынок будет заниматься, и наш Ямал-СПГ тоже в значительной мере будет идти сюда же. Вопрос желательно, чтобы побыстрее, чтобы еще, как говорится, ценовые ниши не были, не все заняты. Итак, весь 80% газа у нас, это трудно найти. Второе, существенное повышение цен нам вряд ли стоит ожидать, я надеюсь, я вам это показал, потому что сразу включаются дешевые, нерентабельные при низких ценах сланцы, не только в Америке, но и в Китае, где угодно еще они досваиваются, технологии развиваются, они будут дешевее. Они включаются, цена не будет высоко расти. Дальше, ориентабельность действующих шельфов и проектов в основном обеспечивается при низких ценах. Да, обеспечивается, потому что капиталка вся понесена давно, не надо делать огромных затрат, которые требуют для новой проекты. А вот новые проекты, которые надо затевать, они пока в текущей ситуации рентабельными не смотрятся при ценах, которые мы сейчас наблюдаем на рынке. И первоочередными, конечно же, в этой ситуации мы должны обратить внимание и изучение участков шельфов в транзитных зонах вблизи районов добычи с развитой инфраструктурой. Преимущественно «Газпром» на это ориентируется, слава богу, особенно с приемальским шельфом, да и дальневосточным тоже. Значит, «Роснефть» со своими дальними участками – это слишком далекая перспектива. Ближние участки при Сахалинске должны заработать, но отдельные другие, отдельные, единичные тоже. На них надо в первую очередь обращать внимание и деньги, и финансирование выделять на них. Остальные держать в фоновом режиме разведки. Поэтому я, следующий квадратик, показывает рациональную георазвитку целесообразно вести и в других районах, но приоритеты должны быть другими. Кабина ориентируется на отдачу в ближайшее обозримое будущее. Ну и последнее завершение. Значит, вот понятно, что в той ситуации, в которой мы находимся, вот эта управленческая структура, которая сейчас занимается всей нашей нефтегазовой отраслью, плохо согласует свои действия друг с другом. И для того, чтобы в этих тяжелых условиях нам нормально пройти этот период, надеюсь, следующий будет более светлый, нужно каким-то образом реформировать все эти структуры. И, по крайней мере, чтобы был комплексный взгляд. То комплексы программы развития, которые на нас появляются периодически, они устаревают буквально за год. Потому что там, в общем-то, расчеты все экономические, такие рассчитаны на те цены, которые меняются ежедневно. И рынки сбыта, ситуация на них меняется еженедельно, ежемесячно. Ну, дополнительно можно на мой сайт, в моем личном, много чего скачать. И, в частности, вот эта брошюра, где более подробно освещен мой сегодняшний доклад. В Институте Академии наук, Институте Нароохозяйственного прогнозирования, приглашали, делали там вот доклад, они сделали брошюру по этому типу. Спасибо за внимание. Хотелось бы тогда ваше мнение узнать по поводу все-таки поиска разведочного бурения в Арктике. Потому что у нас лицензионные, не у нас, у нефтегазовых компаний, лицензионные обязательства, сроки мы как бы знаем. Мы лично вот занимаемся вопросами оптимизации как раз строительства флота обеспечения, буровых работ, что эта работа показала, конечно, что серьезно надо оптимизировать это. Потому что программы существуют, ОСК смотрит, Роснефть заказывает, верфи переформируются для выполнения этих заказов. Ваше мнение? Мнение вы хотите, чтобы надо ли нам свои платформы? Нет, по поводу поиска разведочного бурения. Ну так а что, его надо ввести в любом случае, даже несмотря на низкие цены. Мы должны знать свои недра. Да, когда бурим, надо деньги считать и выбирать первоочередные объекты. Где бурят в первую очередь, а где подождать? Потому что у нас бюджет везде, так сказать, лимитированный и очень сильно. Руслан, только вот коротко. Ну, я попытаюсь. Руслан, вице-президент по ТЭКу, энегаранты. Юрий Петрович, достойный доклад, на самом деле, готовы слушать еще долго, но вы не учли одну вещь. Китайцы уже достигли результата. 17 октября с госкорпорацией Росгеологии подписан стратегический меморандум по морской геофизике и по сейсмике, и по всем остальным делам. Компания Косов обладает несколькими флотами. Хочется коротко сказать. Такие компании, мы и геофизический кластер, и есть компании, их всего две. ТНГ-группы, Башнефть и Геофизика, на которые стоит обратить внимание, которые реально могут заменить и научиться делать то, что необходимо сегодня всем недропользователям. У нас присутствуют представители, кстати, этих компаний. Да, но я имею в виду, нет сегодня Ренат Гатиновича Харисова, нет Адиева Евдат Равиловича. Конечно, была компания замечательной «Геотек», она стала менее замечательной, и суть не в этом. Хочется сказать, вот эти три компании, которые есть у нас по сейсмике, по геофизике, законодатели, Башкортостан, Татарстан и Москва сегодня, «Геотек», но еще раз говорю, он уже не тот «Геотек», что раньше. И, допустим, компания «УКО» у Нижнего Ускнефть. Исключительно «Шлюмберже», морская геофизика. И за 2015 год компания «Шлюмберже» только на море заработала колоссальные деньги, которые не досчитались наши сейсмики и наши геофизики. И всегда задаю один и тот же вопрос, он больной, как мы обходим санкционный список. Несмотря на все пессимистические прогнозы, мы оптимисты, мы понимаем, работы много, цели и задачи ясны, и их надо делать. Но с Еленой Геннадьевной в 2014 году мы как-то были в Комитете по энергетике Госдумы. Было большое заседание «Роснефть», «УКОИЛ», «Сугутнефтегаз», «Газпром», «Уралмаш». И, значит, еще был председателем Иван Дмитриевич Горачев, и он задал простой вопрос. Чего не хватает-то? Что нужно? Денег все. Там сидел ВТБ, там сидел Сбербанк, там сидел Газпромбанк. И встал человек, уважаемый человек, генеральный директор Северморнефтегеофизики. И он сказал, господа, мне нужно обновить 8 судов для морской сейсмики. Цена одного судна – 250 миллионов уе. Проблема-то не в верфи и создать воронку, то есть судно. Проблема в начинке. Если сегодня по сейсмике мы научились делать 3D с Nomad 65, группа компаний CERCEL, Франция, да? Но мы четко понимаем. Вот проблема-то ОСК делает свое дело, и верфи есть, и судно мы… А вот начинка, основная задача – это начинка. И последнее, короткий такой, просто не получается конкретно задать вопрос. И суть такая. Среди сообщества нефтесервиса, геофизиков, есть такие законодатели, гуры, люди войны, такие как Лапти Владимир Викторович, который бьется везде и говорит одно и то же. Давайте, ребят, российские геофизики должны научиться работать не только в России и делать сейсмику, а как вы говорите, и там, и это в первую очередь что? Это БРИКС, это Ближний Восток. Иран особенно теперь. Да, ну я имею в виду, это все туда входит, Иран и так далее. Но ситуация-то в чем? Что раньше мы опасались империалистов, а как вы относитесь к нашему опасению с Востока? И те аппетиты, которые питает Восток, и компания Косов – это не просто компания, это дочка китайской национальной нефтяной компании. И запас прочности, вот сегодня Сахалин очень приятно сделал презентацию, я всегда задаю, если бы я не знал, что такое Митсуи Корпорейт или Митсубиси, у них четко, вот была проблема у Газпромнефти на московском НПЗ. Они пришли, говорят, мы вам продадим оборудование только тогда, когда вы возьмете нашу инженеринговую компанию. А Газпромнефть говорит, а мы хотим свои инженеринговые компании. Они говорят, а мы тогда и вам не продадим оборудование. Правильно? Ну было такое дело. Помню, долго общались. Ситуация в чем? Что Shell, там ExxonMobil и так далее. Ситуация в чем? Еще раз говорю, не получается коротко, много мыслей, да? Ситуация в чем? Что нужно максимально близко придвигать от заказчиков, генеральных подрядчиков в российские компании и ставить на суп подряд все компании, которые приходят нам помогать в сфере высоких технологий. Иначе получается, эта цикличность, она повторится. Потому что, вы знаете, как говорят американцы, которых я вот с одной стороны люблю, с другой не очень. Они говорят, сегодня Россия находится в городе Хьюстон в 95-м году. Вы знаете, иногда это обидно слышать. Но когда мы слышим Лукоил, Нижний Волск нефти, говорят, что Шлюмбердин нас устраивает по всем параметрам и по цене, и по качеству, и мы не понимаем, кем его заменить, неужели это правда? Спасибо. И вот по поводу, как с Востока теперь удар ждать, да? То есть, мне кажется, он будет более амбициозный, на самом деле, чем был с Запада с точки зрения продвижения. Мы понимаем, и на Восточной Сибири, и сегодня в ХМАО уже появились нефтесервисные компании, которые являются конкурентами нашим нефтесервисникам и в ГРП, и в ГНКТ. И это нужно понимать, что если сегодня для компании нефтесервиса купить флот ГРП за миллиард рублей – это дорого, то для Китайской Народной Республики провести три флота ГРП – это просто, потому что у них свой завод, они провезли и сами на нем работают. Спасибо. Ну, я должен ответить, к экспансии с Востока неизбежны, и я согласен с вами, что она будет достаточно жесткой. Сейчас, более того, мы так ошибочно развернулись, распрости в объятия, назло дядюшка Сэма, мы теперь вот дружим против, да? Это тоже имеет последствия какие-то. Тут действительно, ну, как вся морская 3D-сейсмейка фактически осталась китайская. Поляргус на один проект включился, и все, после 2014 года. И еще Совкомфлот, Свербуд, Чарта, ну да, он же тоже на судах Поляргуса. То есть, действительно, китайцы, во-первых, они себя уже пересытили заказами газа. До 2025 года они, на самом деле, свой портфель уже сформировали по газу, по всему миру. Они же везде берут лицензионные участки, везде, и везде, и везде. Вот, и очень удачно моим, думаю, был выбран с точки зрения подписания контракта с силой Сибири, по газопроводной силой Сибири. Он подписан на крайне выгодных для китайцев условиях, крайне выгодных для них условиях, и очень тяжелых для нас. То есть, вот эта восточная, так сказать, опасность, она присутствует. К ней надо всегда быть готовым и помнить о ней тоже, развивать свое обязательно. Но то, что нужно в первую очередь, когда денег у нас нет. Спасибо большое. Ну, еще вопрос, да? Да. Здравствуйте, Юрий Петрович, Алексей Грызлов, директор Артикморнефтегазразведка. Мой доклад будет после кофебрейка. Да, я, наверное, коллегам отвечу на множество вопросов, которые вы задали. Я хотел узнать у вас, вы как аналитик, замечательный доклад. Да, мы прослушали. Существует патентное право. Все боятся того, что если мы скопируем оборудование американское, европейское, на нас тут же подадут в суд. Китайцы работают на том же самом оборудовании, которое точь-точь, копия в копию является американским, европейским, даже покрашено так же. То есть все нарушены, все абсолютно права. Вы, когда готовили доклад, уже два года у нас идет вот эта политика по импортозамещению, где-нибудь сталкивались ли с тем, что американские компании, европейские, подали в суд на китайские компании, поскольку они скопировали их оборудование? Были ли такие прецеденты или нет? В принципе, мой вопрос закончен. Спасибо. Вы знаете, эта опасность, конечно, она открыта. Я о ней косвенно упомянул сейчас, когда говорил, что нам надо будет заработать за рубежом, сертифицировать свою продукцию, а значит, патентную чистоту предъявлять, когда наш суда вынужден будет работать 8 месяцев на зарубежных площадках. Это вопрос очень щепетельный. К нему надо щепетельно относиться. И он очень непростой, он очень сложный. И вот сейчас при разработке всех этих вещей обязательно об этом надо помнить. Получать патенты, как это возможно, любого способа. То есть находить пути для того, чтобы была неточная копия, как угодно. Я так не сталкивался с этим, кроме того, что мы не все слышали. Вечный суд, например, это не касается нашей отрасли, вечный суд Apple с Samsung по поводу смартфонов, который выигрывает то одна сторона, то другая, кто у кого чего скопировал. Но думаю, что китайцы китайцами, а Россия, так сказать, будет в первую очередь мишенью для таких вещей. И думаю, что ваши опасности вполне оправданы. Значит, эти вопросы должны быть обязательно проработаны в рамках вот всей этой программы импортозамещения. Вот другого нет. Спасибо. 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 Спасибо.